Вот вы уже упомянули о теме газа. Скажите, Диман Анасу, что Украине ждать в этом направлении? Мы можем ли говорить о нашей энергетической безопасности сегодня? Ситуация, с моей точки зрения, не столь трагична, как ее рисуют. С одной стороны, запасы газа в хранилищах украинских находятся на уровне, на котором они находились последние полтора десятилетия. Может быть, даже немножко выше, чем было в последние полтора десятилетия. И с этой точки зрения ситуация не такая катастрофическая, не такая трагическая. Проблема заключается только в том, что украинские власти не предпринимают шагов по смягчению того кризиса, который развернулся в последние недели. Что необходимо было бы делать? Необходимо было бы не только снижать, но, возможно, полностью отменять налогообложение в сфере газопроизводства, газодобычи, газоимпорта, газораспределения. Необходимо было бы ликвидировать любое регулирование в этой сфере для того, чтобы привлечь туда людей, ресурсы, инвестиции. Необходимо было бы предпринимать шаги по интеграции Украины в единую газотранспортную и газораспределительную сеть Европы. Не менее важно, а гораздо более важным, чем вступление в Евросоюз, являлась бы интеграция Украины в единую энергетическую сеть Европы. Для того, чтобы поддерживать украинскую энергетику, украинскую экономику в случае возникновения всяких непредвиденных ситуаций, особенно в результате действий восточного соседа. Необходимо было бы, например, ответить на возобновление строительства Северного потока-2, чему способствовала госпожа Меркель, интенсивно лоббировала, чему не препятствовал господин Байден. А украинская сторона могла бы, было понятно, что если за это дело взялись Путин, Меркель и Байден, то рано или поздно они свое это решение продавят. У украинской стороны нет таких ресурсов, которые могли бы полностью блокировать это решение. Но тогда можно было бы сделать следующий ход. В переговорах, например, с той же самой Меркель. Говорит, вы даете зеленый свет строительству путинского газопровода. Вы хотите, чтобы газ, российский газ пришел к вам в Германию. Но вы по этому случаю испытываете чувство неловкости перед Украиной. Поэтому вместо того, чтобы предлагать Украине всякие разнообразные зеленые проекты, зеленые технологии непонятного происхождения, непонятной эффективности, а точнее известной эффективности, они гораздо более дорогие и менее эффективны, чем газ. Тогда вместо того, чтобы заниматься этим бессмысленным и вредным для Украины делом, помогите Украине в аналогичном деле. Вы строите газопровод себе из Германии. Помогите построить нам продолжение газопровода, которое идет из Норвегии в Польшу. Пусть этот газ идет в Украину. Помогите тогда, профинансируйте тогда это строительство, ответвление от этого газопровода в Украину. Помогите тогда подключение Украины к газотранспортной системе Европы. Помогите тогда в интеграции Украины в единую энергосистему Европы. То же самое можно было бы говорить во время недавно произошедшего, завершившегося саммита Украины-Евросоюз с Урсулой Нерляйн и с другими людьми, которые сюда приезжали. Насколько мне известно, украинская сторона не поднимала эти вопросы ни в разговоре с Меркель, ни в разговоре с представителями Евросоюза. Это мне трудно пояснить и трудно понять. Вместо того, чтобы решать совершенно очевидно возникающие проблемы газоснабжения, обеспечения безопасности, энергобезопасности, обсуждались другие вопросы. Но не этот, который является, безусловно, важнейшим в такого рода переговорах. Андрей Николаевич, а на практике что означает интеграция Украины в газовую систему Европы? Что нужно делать? Это означает, что Украина могла бы получать газ из единой газовой системы. И на случай всяких непредвиденных обстоятельств, кризисов, перекрытия газопроводов, Украина в любом случае могла бы получать газ из общей европейской системы. Украине не грозило бы физическое перекрытие поставок газа, которое грозит сейчас, если, например, Кремль, Путин решат перекрыть вентиль. Как это было, к сожалению, неоднократно в прошлом. Было в шестом году, было в восьмом году, по-моему, в девятом году. Каждый год встречали... Постоянно эта угроза висит дамоклым мечом. Вот сегодня, вот в этом году, в 2021 году, «Газпром» поставил через Украину 32 миллиарда кубометров газа. И Путин даже там что-то говорил, что якобы это на 10% больше, чем контрактные обязательства. Во-первых, не на 10%, а на 8%. А во-вторых, это самое главное. Вот эти контрактные обязательства являются в три раза меньшими, чем «Газпром» прокачил через территорию Украины, например, в 2008 году. То есть, сегодня по газотранспортной системе Украины уже прокачивается объем газа, который в три раза меньше, чем это было чуть более, чем десятилетия тому назад. И в два с половиной раза меньше, чем это было в 2017 году. Если за эти годы произошло такое радикальное сокращение поставок газа, то осталось совсем немного до того времени, когда этот вентиль может быть полностью перекрыт. И тогда по этой трубе газ из России в Украину и через Украину поступать не будет совсем. Это та перспектива, которая была совершенно очевидна и в течение этого года, и в течение нескольких предшествующих лет. Поэтому Украине нужна стратегия обеспечения своей энергобезопасности с газом. С этим газом, с другим газом, без газа. Как бы то ни было, можно использовать другие источники энергии, но для этого нужны сознательные, последовательные действия украинской власти для того, чтобы обеспечить Украину энергией. Ну вот вы сказали о том, что сейчас украинской власти нужно идти на нестандартные решения, в том числе вплоть до отмены налогов всем частным компаниям, которые газ сюда поставляют. Мы пока видим совершенно противоположные инициативы со стороны власти. Если вы читали, слушали, власть предлагает экспроприировать по сути газ у частных компаний, по себестоимости их забирать. То есть такая большевистская, я бы сказала, инициатива. Ну, по этому поводу еще в советское время существовало масса анекдотов. Если задача заключается в том, чтобы организовать дефицит песка в Сахаре, то тогда надо его национализировать. Или дефицит снега в Сибири, тогда тоже национализация, экспроприация – это самый надежный способ добиться этого. Иными словами, те предложения, о которых вы сейчас сказали, которые действительно обнародуются и обсуждаются в кругах власти, это способ усугубить энергетический кризис, который развивается сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...